Здравствуйте, ребята! 22 декабря исполняется 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, детского писателя, поэта, переводчика, сценариста, телеведущего. Этот талантливый автор придумал удивительных и забавных героев, на которых воспитывалось не одно поколение. На его счету десятки книг, пьес, сценарием к мультфильмам. В честь юбилея писателя мы подготовили для вас, ребята, сказку про Веру и Анфису. Это серия удивительных историй о жизни любознательной непоседы Веры и обезьянки Анфисы. Обезьянка, случайно попавшая в семью учителей, становится подружкой маленькой девочки Веры. Какие приключения начинают происходить в жизни всех членов семьи, а особенно в жизни девочки Веры, вы узнаете из сказки. Каждая история рассказывается в отдельной главе, и произведению можно посвятить не один день. И сегодня мы слушаем историю первую, откуда Анфиса взялась. В одном городе жила семья. Папа, мама, девочка Вера и бабушка Лариса Леонидовна. Папа и мама были школьными учителями, а Лариса Леонидовна была директором школы, но на пенсии. Ни в одной стране мира на одного ребенка не приходится столько руководящих педагогических кадров. И девочка Вера должна была стать самой воспитанной в мире, но она была капризной и непослушной. То цыпленка поймает и начнет пеленать, то соседского мальчика в песочнице совком треснет так, что совок приходится в ремонт относить. Поэтому бабушка Лариса Леонидовна всегда была рядом с ней на короткой дистанции в один метр, как будто она телохранитель президента республики. Папа часто говорил, как я могу чужих детей учить математики, если я своего ребенка воспитать не могу. Бабушка заступалась. Эта девочка сейчас капризная, потому что маленькая, а вырастет она не будет соседских мальчиков совком бить. Она их лопатой лупить начнет, спорил папа. Однажды папа шел мимо порта, где корабли стояли. И видит один иностранный матрос, что-то всем прохожим предлагает в прозрачном пакете. А прохожие смотрят, сомневаются, но брать не берут. Папа заинтересовался, поближе подошел. Матрос ему на чисто английском языке говорит. Дорогой господин товарищ, возьмите вот эту живую обезьянку. Ее у нас на корабле все время укачивает, а когда ее укачивает, она всегда что-нибудь отвинчивает. А сколько надо будет за нее заплатить, спросил папа. Нисколько и не надо. Наоборот, я вам еще и страховой полис дам. Эта обезьянка застрахована. Если с ней что-то случится, заболеет или потеряется, вам страховая компания за нее целую тысячу долларов заплатит. Папа с удовольствием взял обезьянку и дал матросу свою визитную карточку. На ней было написано «Матвеев Владимир Федорович, учитель. Город плес на Волге». А матрос ему свою визитную карточку дал. На ней было написано «Боб Смит, матрос, Америка». Они обнялись, похлопали друг друга по плечу и договорились переписываться. Папа пришел домой, а Веры и бабушки нет. Они в песочнице во дворе играли. Папа обезьянку оставил и за ними побежал. Привел их домой и говорит «Смотрите, какой я для вас сюрприз приготовил». Бабушка удивляется. «Если вся мебель в квартире вверх ногами – это сюрприз?» И точно, все табуретки, все столы и даже телевизор – все вверх ногами поставлено. А на люстре обезьянка висит и электрические лампочки облизывает. Вера как закричит «Ой, кис-кис, ко мне!» Обезьянка к ней сразу же спрыгнула. Они обнялись, как две дурочки. Голову друг другу на плечо положили и замерли от счастья. «А как ее зовут?» – спросила бабушка. «Не знаю», – говорит папа. «Капа, тяпа, жучка». «Жучками только собак называют», – говорит бабушка. «Пусть будет Морка», – говорит папа. «Или Зорька». «Тоже мне кошку нашли», – спорит бабушка. «А зорьками только коров зовут». «Тогда я не знаю», – растерялся папа. «Тогда давайте придумывать». «И чего тут думать», – говорит бабушка. «У нас в Егоревске была одна заведующая РАНО. Вылитая эта обезьянка. Звали ее Анфисой». И назвали обезьянку Анфисой в честь одной заведующей из Егоревска. И это имя к обезьянке сразу приклеилось. Тем временем Вера и Анфиса друг от друга отлипли и, взявшись за руку, пошли в комнату девочки Веры все там смотреть. Вера ей стала куклы своей показывать велосипеды. Бабушка в комнату заглянула, видит Вера ходит, большую куклу Ляли укачивает. А за ней по пятам Анфиса ходит и большой грузовик качает. Анфиса вся такая нарядная и гордая. На ней шапочка с помпончиком, маечка на полпузика и на ногах резиновые сапожки. Бабушка говорит, пошли, Анфиса, тебя кормить. Папа спрашивает, а чем? Ведь у нас в городе благосостояние растет, а бананы не растут. Какие там бананы, говорит бабушка. Сейчас мы картофельный эксперимент проведем. Она положила на стол колбасу, хлеб, вареную картошку, сырую картошку, селедку, селедочные очистки в бумажке и вареное яйцо в скорлупе. Посадила Анфису в высокий стул на колесиках и говорит, на старт, внимание, марш! Обезьянка как начнет есть? Сначала колбасу, потом хлеб, потом вареную картошку, потом сырую, потом селедку, потом селедочные очистки в бумажке, потом вареное яйцо в скорлупе, прямо с скорлупой. Не успели оглянуться, как Анфиса с яйцом во рту заснула на стуле. Папа ее из стула достал и на диване перед телевизором посадил. Тут и мама пришла. Мама пришла и сразу сказала, я знаю, к нам подполковник Готовкин заходил, это он принес. Подполковник Готовкин был не военный подполковник, а милицейский. Он очень любил детей и всегда им дарил большие игрушки. Какая прелестная обезьянка! Наконец-таки научились делать! Она взяла обезьянку в руки. Ой, такая тяжелая! А что она умеет? Все, сказал папа. Глаза открывает? Мама говорит. Обезьянка проснулась. Как маму обнимет? Мама как закричит? Ой, она живая! Откуда она? Все вокруг мамы собрались и папа объяснил, откуда обезьянка и как ее зовут. Какой она породы? Спрашивает мама. Какие у нее документы? Папа визитную карточку показал. Боб Смит, матрос Америка. Слава Богу, хоть не уличная, сказала мама. А что она ест? Все, сказала бабушка. Даже бумагу с очистками. А умеет ли она пользоваться горшком? Бабушка говорит, надо попробовать. Давайте проведем горшковый эксперимент. Дали Анфисе горшок. Она его немедленно на голову надела и стала похожа на колонизатора. Караул, говорит мама, это катастрофа. Подождите, возражает бабушка. Мы ей второй горшок дадим. Дали Анфисе второй горшок. И она сразу догадалась, что с ним надо делать. И тогда все поняли, что Анфиса будет жить у них. Вот такая интересная сказка. Ну что, ребята, будем ждать следующей серии? Обязательно! До новой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!